Вопросы о социальном статусе и защите журналистов обсуждают в Сенате. Жизнь, здоровье и репутация представителей казахстанских СМИ регулярно подвергаются опасностям в силу нашей профессиональной деятельности. И если препоны в виде неудобных законов и полицейского режима не убивают журналистов физически, о профессиональной гибели профессии коллеги говорят все чаще. Пришло время предоставить журналистам реальный статус, такой как у сотрудников суда, прокуратуры, МВД, адвокатов или нотариусов. Демократизация общества невозможна без участия и влияния средств массовой информации. Поэтому мы предлагаем обеспечить поддержку и защиту сотрудников средств массовой информации, придав им специальный социальный статус. Для этого необходимо принять закон о статусе журналиста. Журналист Бахрамбек Талибжанов за принятие социальных гарантий и защиты на законодательном уровне. Наш коллега не раз подвергался давлению со стороны правоохранителей. А потому предложение о повышении статуса репортера считает своевременным. Вопрос уже давно назревал, его надо было уже давно поднимать. Действительно, статус журналиста пора уже давно определить. Мало того, что мы не имеем, к сожалению, не всегда, конечно, но в большинстве случаев бывает, что не имеем доступа к информации от госорганов. А тут еще такие проблемы, как жильем у многих журналистов возникают. В частности, у молодых семей, молодых журналистов, которые приходят в эту профессию, много лет работают и зачастую подвергаются и стрессовым ситуациям. Это очень сложная работа, опасная работа, как было ранее сказано. В разгар пандемии не стало 200 наших коллег. Корреспонденты работали на передовой, снимали репортажи в красной зоне. При этом наша профессия не относится льготным категориям, а значит журналисты не могут претендовать даже на получение льготного жилья. На сегодняшний день отдельной категории для журналистов нет. Но есть у нас журналисты, которые подпадают под действующие категории, которые предусмотрены по закону. Как и все? Как и все, да. Это многодетные, неполные семьи, возможно, есть инвалидность первой, второй группы и так далее. Отдельно программ льготного уградивания также нет для журналистов. Но есть также, как и всем, если они подпадают под условия, есть программа для работающей молодежи до 29 лет, есть программа льготного кредитования 7-20-25 в рамках программы Нурлужель. В США зарплата журналистов от 28 тысяч до 75 тысяч долларов в год. В Турции предусмотрен ряд социальных льгот для журналистов. В России предусмотрены льготы на мобильную связь и транспорт. В Азербайджане действует Государственный фонд по поддержке средств массовой информации. В Казахстане подобных программ и льгот нет. Только права и обязанности. Шудин Саидов, Ерлан Бексаидов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРАР.